Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сосредоточь все внимание на моей руке И ты почувствуй, что моя рука тянет тебя назад Хорошо Руки разверни Вот так Ну, Юра, сосредоточься Вот отсюда Все напряжение на руки Еще, еще руки напрягаются Еще напрягаются Всю волю Все твое горячее желание победить Ты сейчас сосредотачиваешь на своих руках Напрягаются руки Все больше и больше напрягаются руки Напряжение в руках Еще, еще напрягаются руки Напрягаются руки Еще, смотри на руки Смотри на свои пальцы Пальцы напрягаются все больше и больше Вот отсюда Все напряжение сейчас перейдет Вот сюда На твои пальцы Хорошо Смотри на руки Пальцы напрягаются Ну-ка, Юра, сосредоточься. Я скажу три, и руки станут неподвижны. Внимание. Смотри на руки. Один, два, три. И руки неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно сделать тонкое дифференцированное движение. Руки неподвижны. А сейчас я сниму это состояние, и ты будешь говорить. Только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса, своей речи. Если ты сейчас можешь говорить так, ты на всю жизнь можешь говорить. Громко и четко. Внимание. На меня смотри. При слове три я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. Раз. Два. Три. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить. Громко и четко. Громко и четко. Громко и четко. Громко и четко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога от станции шла через Игнатьева Поворачивала в сторону следуя сгиба вороны В километре от хутор, где мы жили тогда До войны каждое лето И через глухой дубовый лес Уходила дальше, на Томшино Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда Простите, девушка, я на Томшино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать А это что? Что? Ну, что вы здесь сидите? Я здесь живу Где? На заборе живете? А я не понимаю, что вас интересует? Дорога на Томшино или где я живу? А, здесь дом Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл У вас, случайно, не найдется гвоздика или отвертки? Нет Нет, нет у меня гвоздика А что вы так нервничаете? Дайте руку Да, да, я же врач Ну? Вы мне мешаете, я не могу сосчитать Ну, что, мне мужа позвать, что ли? Да нет у вас никакого мужа Кольца-то нет Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит Старики разве? А папиросу вас можно попросить? А почему вы такая грустная? Я не понимаю, почему вы так радуетесь? Да знаете, приятно упасть с интересной женщины А знаете, вот я упал И такие тут какие-то вещи Корни, кусты А вы никогда не думали Вам никогда не казалось, что растения чувствуют Сознают Может, даже постигают Деревья Орешник вот этот Это ольха Да это не важно Никуда не бегают Это мы все бегаем, суетимся Все пошлости говорим Это все от того Что мы природе, что в нас не верим Все какая-то недоверчивость Торопливость, что ли Отсутствие времени, чтобы подумать Послушайте, у вас что-то... А, ну-ну-ну-ну Я это уже слышал Мне это не грозит, я же врач А как же палата номер 6? Так это же он все выдумал Сочинил А знаете что? Приходите к нам в Тамшино Послушайте У нас там даже весело бывает У вас кровь Где? За ухом С другой стороны А А Вот А А А А А А А Продолжение следует... Продолжение следует... Смелей и легше птичьего крыла По лестнице, как головокруженье Через ступень сбегала И вела сквозь влажную сирень В свои владенья С той стороны зеркального стекла Когда настала ночь Была мне милость дарована Алтарные врата Отворены и в темноте светилась И медленно клонилась нагота И просыпаясь Будь благословенна Я говорил И знал, что дерзновенно Мое благословенье Ты спала И тронуть веки синевой вселенной К тебе сирень тянулась со стола И синевою тронутые веки Спокойны были И рука тепла А в хрустале пульсировали реки Дымились горы Брежели моря И ты держала сферу на ладони хрустальную И ты спала на троне И, Боже, правой ты была моя Ты пробудилась и преобразила Вседневный человеческий словарь И речь по горло полнозвучной силой наполнилась И слово ты раскрыла свой новый смысл И означала Царь На свете все преобразилось Даже простые вещи Таз, кувшин Когда стояла между нами Как на страже Слоистая и твердая вода Нас повело неведомо куда Пред нами расступались Как миражи Построенные чудом города Сама ложилась мятаном под ноги И птицам с нами было по дороге И рыбы поднимались по реке И небо развернулось пред глазами Когда судьба последу шла за нами Как сумасшедший с бритвою в руке Дуня Ах ты господи Дуня Паша Ты что же это Паша Пожар Только не орите Пожар Ну попадись ты мне А может это не наш, Витька А может он там Может он сгорел А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Кланька! Чего? Кланька! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Ладно, ты мне голову заморочил. Я, собственно, вот что. Ты знаешь, Лиза умерла. Какая Лиза? Ну, Лиза. Лиза эта пана, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке. А, о господи. Когда? Утром сегодня, 7 часов. А сколько сейчас времени? Сейчас, собственно, что? Около 6-ти, наверное. Утро? Что с тобой? Вечера, конечно. Слушай, мам. Что мы все время ссоримся, а? Ну, в конце концов, прости меня, если я виноват. Поговорю, сказать, что я виноват. Какая виноват. Какая виноват. Что мы собираемся? Мы стоим, как мы ссоримся. Субтитры сделал DimaTorzok Куда это вы так спешите? Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Мария Николаевна. Где сверка, которую я вчера вычитывала? Я не знаю. Я ведь только неделю здесь. Я сейчас. Здесь Елизавета Павловна. Морозь, что? Что-нибудь в учебных гранках? В Гаслитовском издании. Не нервничай. Надо посмотреть в шкафу в наборном. Конечно, вы же сами их туда положили. Но ведь это же не беда, Маша. Господи, но ведь это же такое издание. Не успокойся, Маша. Ой, это же в таком издании. Не все образуется, Маша. Любое издание должно быть без опечаток. Заморчи, идиотка. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня пришла и устроили нам Какой-то особенно пасмурный день и дождь И особенно поздний час И капли бегут по холодным ветвям Ни словом унять, ни платком утереть Ну, Маш... Маш... Ведь ничего же не было, а? Все в порядке? Нет, ну... Нет, ну это была просто дикая ошибка Мне даже тебе сказать неприлично Ну, тогда чего ж ты плачешь? И что это меня вдруг кальнуло? Я даже видела, как оно набрано, как оно выглядит, это слово Какое? Какое? Маши... 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 Я, пожалуй, пойду в душ Я, пожалуй, пойду в душ Где же гребенка? Боже мой... Ты знаешь, на кого сейчас похожа? На кого? На Марии Тимофеевну Какой Мария Тимофеевну Какой Мария Тимофеевна? На... Что на? Ты же гребенка ищешь, на Слушай, ты можешь наконец нормально, какую Мария Тимофеевна? Ну, была такая Мария Тимофеевна Лебяткина Сестра капитана Лебяткина Жена Николая Силовича с тобой Причем тут все это? Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Лебяткина Ну, хорошо Допустим, а чем же именно я на нее похожа? Нет, все-таки Федор Михайлович Что бы ты тут ни говорила Что я ни говорила? Лебяткин принеси воды Лебяткин подавай башмаки Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды, а бьет ее смертным боем А она-то думает, что все свершается по ее мгновению Ты прекрати цитировать и объясни, я не понимаю Доже мой, да вся твоя жизнь Это принеси воды, да подавай башмаки А что из этого выходит? Видимость независимости Да и ты же пальцем шевенуть попросту не умеешь Если тебя что-нибудь не устраивает, или делаешь вид, что этого не существует Или нос воротишь Кто меня бьет, что ты такой огородишь? Я просто поражаюсь с терпением твоего бывшего муженька По моим расчетам, он гораздо раньше должен был бы убежать. О, Примитив! Я не понимаю, что он от меня ходит. А ты разве сознаешься когда-нибудь в чем, даже если сама виновата? Да никогда в жизни. Нет, это просто поразительно. Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию. Господи! Да если ты не сумела довести своего дражайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Ты встань уродствовать. Маша! 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 Ну что ты, Маш, ну что ты и Богу? Оставь меня в покое. Земную жизнь пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу. Субтитры делал DimaTorzok Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похожа на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. А, впрочем, я знаю почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее. Почему жалко? Игнат, не валяй дурака. Оставь стакан на место. А ты ни с кем не сможешь жить нормально. Вполне возможно. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь. Это, наверное, потому что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорее замуж. За кого? Ну, это уж я не знаю, за кого. Или отдай Игната мне. Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват. Я виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как мне жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым? Тебя счастливым? Ну, во всяком случае, что касается матери меня, то я острее все это чувствую, чем ты со стороны. Что-что-что? Что ты чувствуешь острее? А то, что мы удаляемся друг от друга. И что я ничего не смогу с этим сделать. Слушай, Наталья, отвлеки его как-нибудь. Он опять начал рассказывать об Испании. Все заведутся, кончится все это скандалом. Хорошо. Ага. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что он говорит, Ангел? Он показывает знаменитого матадора Palomo Linares. Петчуш. Эй, публикорли! Eso, bueno. Pero eso es Palomo Linares. Bueno, la corrida muy bien, claro. Pero lo que más me impresionó fue la despedida. Él no lloraba, mi padre nunca llora. Pero nos encontramos con los ojos y sentíamos los dos lo más seguro. No sé qué pensaba él. En ese momento yo pensaba, nos veremos otra vez. Pero yo creo que él me dio con sus hijos. Pero yo creo que él me dio con sus hijos. Pero yo creo que él no puede hablar ni con sus hijos. Vez город его провожал, все пели, плясали. Mать не могла провожать его. Она болела. Máčet стоял в стороне, пока все пели. Lruzno, какой-то. Y malchalivy. Y malchalivy. Y malchalivy. Xank. Y malchalivy, haиля. Y malchalivy. Y malchalivy. Ты что, издеваешься? Столько время тебя учили, ничего у тебя не получалось. Оказывается, ты можешь. Бальтон был в Испании и ничего не понял. Луиса, а вам никогда не хотелось вернуться в Испанию? Мне? Я не могу. У меня муж русский, и дети тоже русские. Ой, а что ты? Луиса, а что ты? Ничего, я сама с ней поговорю. Ты иди в комнату. Луиса! Аж если иди в костюме, я на Моптейн. Аккуратно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иди сюда, я ухожу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да ты не складывай, давай прям так, некогда Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достань-ка, пожалуйста, тетрадь, там из шкафа на третьей полке, с края Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сделал нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру Что же касается нашей исторической ничтожности То я решительно не могу с вами согласиться Положа руку на сердце Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России Что-то такого, что поразит будущего историка Хотя лично я сердечно привязан к государю Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя Как литератор меня раздражают Как человек с предрассудками я оскорблен Но клянусь честью, что ни за что на свете Я не хотел бы переменить отечество Или иметь другую историю, кроме истории наших предков Такой, какой нам Бог ее дал Из письма Пушкина Чиадееву 19 октября 1836 года Иди, иди, открой Ой, я, кажется, не туда попал Ой, я, я, кажется... Девушки отдыхают. Игнат, ну, как ты там? Все в порядке? Ага. Мария Николаевна не приходила? Да нет. Приходила какая-то. Не в ту квартиру попала. Ты бы там занялся чем-нибудь. Только хаоса не устраивай. Или позови кого-нибудь в гости. У тебя есть знакомые? Ребята, девочки? Из класса. Они... Да ну их. Я в твоем возрасте уже влюблялся. Во время войны. Такая рыжая-рыжая. И губы у нее все время трескались. До сих пор помню. За ней еще наш военрук бегал контуженный. Ты меня слышишь? КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, а ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Кругом была команда. Ну, чего, чего безобразие. Положи винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких? Каких еще градусов, Асафьев? Кругом! На огневые позиции. Шагом марш! А я тебя за родителями отправлю. За какими родителями? За такими, какими надо. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну, ложись на мат. А Асафьеву родители в блокаду померли. Огневая позиция это... Огневая позиция. Понял? Марков. Я. Определи основные части мелькаль... Винтовки ТОС номер восемь. Приклад. Приклад. Дула. Сам ты дула. А что ж тогда такое дуло? Что ж тогда? Маш, дам ты сейчас гранату! Быстрее! Ребята, здесь граната! Да, эти гранаты! Выбой! Да, я проезжаю! Давай сюда, пойдем! Это лимонка! Это лимонка! Я такую школу в плакате видела! Давай, вот, пойдем! Сорвется! 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 Понял! А снафек не надо! В угол! Подожди! Серега! Убьет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она же учебная! А еще ленинградец! Блокальник! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Вот уж ничего общего. Что ты хочешь от матери? Каких отношений? Те, что были в детстве, невозможно. Ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила, что ж ты от этого никуда не денешься? А ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать. Господи, что я лезу не в свое дело? Как всегда. Что ты воешь? Ты мне можешь объяснить? Выходить мне за него замуж или нет? Я хоть его знаю? Да нет. Он украинец. Какое это имеет значение? Ну, все-таки чем он занимается? Ну, писатель. А его фамилия, случайно, не Достоевский? Достоевский. До сих пор ничего не написал. Никому не известен. Лет сорок, наверное, да? Значит, бездарность. Знаешь, ты очень изменился. Так вот, бездарен ничего не пишет. Почему он пишет, только не печатается? Вон, полюбуйся. Наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня оштрафуют. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек. Вот не кончит он школу, загремит в армии. Будешь ты отбивать пороги, освобождать его от службы. Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим. Он не готов к армии. Кстати, ничего с ним страшного в армии не случилось бы. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы три дня лежала. Я не знал. А ты же не звонишь. Она же должна была сюда прийти в пять часов. А самому первый шаг трудно сделать. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может, я тоже виноват. Или мы просто буржуазились. И буржуазность-то наша какая-то дремучая азиатская. Вроде не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет. Благосостояние растет. Ничего понять нельзя. Ты что все время раздражаешься? У одних моих знакомых сын 15 лет. Пришел к родителям и говорит, ухожу от вас, все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь и вашим, и нашим. Хороший мальчик, не то что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет. Представляю всех твоих знакомых. Между прочим, не хуже нас. Он в газете работает. Тоже, кстати, писателем себя считает. Только вот все никак не может понять, что книга это не сочинительство, не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идол поклонников. Что вы все-таки делаете? Ничего не понимаю. Как что? Замуж выходить. А ты не помнишь, кому этот куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста. Не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату. Может, его вскрыть? Суворовское училище отдать. А, Моисеев. Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисеев. Он еще там народ свой вывел через море. Почему он мне ничего такого никогда не являлся? Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился 40 с лишним лет тому назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу войти в него, мне всегда что-то мешает. Мне часто снится этот сон. Я привык к этому. И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие от времени, и полуоткрытую дверь в темноту синей, я уже во сне знаю, что мне это только снится. И непосильная радость омрачается ожиданием пробуждения. Иногда что-то случается, и мне перестают сниться и дом, и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым. От того, что еще все впереди, еще все возможно. Я жду и не могу дождаться. Я жду и не могу дождаться. Тихо. Нахалью. Я пошел и не могу дождаться масла . Я беру в воду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДumaTorzok ДimaTorzok Д present Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мам, там керосинка коптит. Что? Все будет зависеть от него самого. Неужели ангина могла дать такие последствия? При чем здесь ангина? Это обычный случай. Обычный? Вы знаете, неожиданно умирает мать, жена, ребенок. Несколько дней человека нет, а был совершенно здоров. Но ведь у него никто не умирал. Ну, есть ведь совесть, память. А при чем тут память? Вы считаете, что он в чем-то виноват? Да нет, это он так считает. Оставьте меня в покое. Простите, вы что-то сказали? Оставьте меня в покое. В конце концов, я хотел быть просто счастливым. Да? А что будет с матерью? С твоей матерью, если ты не встанешь. Ничего-ничего. Все обойдется. Все будет. А? А? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok